А вот в столице не менее занимательное видео появилось после того, как активисты общественного движения решили обучить водителей правильно парковаться около элитного ночного клуба. Там появляются люди непростые и договориться с ними несколько сложнее, чем с таксистами из Средней Азии. В этом убедился Антон Ломакин. Ночь. Парковка возле клуба. На просьбу переставить машину один из пассажиров черного внедорожника тут же предлагает выяснить отношения и вспомнить не правила дорожного движения, а законы рукопашного боя. Иди, давай один, да, один. За толпу, да? Иди, да, говорю, жди сюда. Все, ребята, не ругаемся. Активисты молодежного движения явно хотят обойтись без рукоприкладства, но разобраться спокойно не получается. После того, как на лобовом стекле автомобиля появляется наклейка, завязывается драка. Стоять! 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 Ну, стоять! 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 Не плачь, не душой! Однако обошлось без слез. Увидев возле клуба толпу с яркими стикерами, на улицу вышел владелец заведения Дмитрий Брауде. Бизнесмену явно не нравится то, что происходит на его парковке. Ты считаешь, что испортит чужую свою жизнь? Мы с нами на ту же. Ты считаешь, что ты, потому что ты сынок. Я ваш сынок? Нет, не мой счастье. Папа, вы нашли меня. Не провоцируй. Все, до свидания. Я прощаюсь с вами. На этом мы заканчиваем нашу беседу. Не трогайся, пожалуйста. Не трогайся, не трогайся. Все, пацаны, хорошо. Тихо, тихо. Мы тоже работаем. Но долго беседу активистов с предпринимателем не получилось. Охрана оттеснила молодых людей, а машина так и осталась на прежнем месте. Работающий двигатель. Кадиллак стоит практически посреди дороги. Водитель явно кого-то ждет. На вопрос, когда у нас вводи дорогу, просит подождать пять минут. А 400 метров генерал в ФСБ не пойдет. Ты можешь понять, нет? Несмотря на высокий чин пассажира, противники неправильной парковки не уходят и повторно просят мужчину переставить автомобиль. Но генеральский водитель твердо стоит на своем. Я еще раз говорю, у меня генерал здесь сидит в ФСБ. Понимаешь, он мне сказал стоять здесь. А если не отъеду, он меня уволит. Активисты не проникли с тяжелой судьбой простого шофера и угрожают налепить на лобовое стекло свои наклейки. На это у водителя Кадиллака есть более весомый аргумент. Я раз достану пистолет и не хочу стрелять. К счастью, словесная перепалка не закончилась перестрелкой и упрямец все же переставляет автомобиль. И теперь, если шофер и останется без работы, то вовсе не за то, что отъехал на несколько метров от работы своего шефа, а за такие вот комментарии в его адрес. Он хочет, чтобы он вышел и садил сюда. Он без ноги, что ли? Да, он без ноги. Он инвалид. Ветеран. Все, генерал ФСБ пойдет. Антон Ломакин и Армен Юрханян. Экстренный вызов.